Ну что ж, всем привет, в эфире Грег, и я рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы поиграем в игру Frostpunk, вышедшую не так далее, как позавчера, по-моему, ближе к вечеру. Она вышла в открытый доступ в Steam, до этого находилась в стадии бета-тестирования. Первым делом, первым делом, я уже немножко поиграл в нее, собственно говоря, за эти полтора дня. Самые главные вещи, это у нас законы. Нельзя забывать про них. Первым делом ставим паузу, строим пост добычи ресурсов. Это очень и очень облегчит нам добычу ресурсов. Все-таки, сами посудите, если вы будете работать в тепле, ваша жопа не будет мерзнуть в холоде, вы будете работать намного, намного эффективнее. А чтобы эта дрянь работала, нужно поставить дорогу. Без дороги они просто придут туда и будут там благополучно сидеть. Самым важным ресурсом, довольно-таки дефицитным для нас изначально является дерево. Для дерева... Да что для дерева? Добывать мы его не можем на начальном этапе из замерзших деревьев, потому что нет лесопилки. Поэтому мы будем разворовывать вот эти вот ящики с древесиной. Ну и стальные обломки. Сталь не в таком у нас, собственно говоря, почете, как дерево изначально. Поэтому будем добывать его потихонечку, полегонечку. Немножко ускорим нашу игру. Собрав достаточное количество дерева, кстати, о птичках. Здесь у нас стальные обломки и куча угля на 500 единиц. Ну, замерзшие деревья, червы с ними. Раз куча угля, два куча угля. Замерзшие деревья не очень интересно. Мне не так-то уж нужна сталь. А вот угля... Угля хотелось бы побольше. Конечно, чтобы проложить туда дорогу, потребуется намного больше дерева. Да, 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 да. Ускорить ускорился, а добывать никто не добывает. Обязательно нужно назначать людей на работу. Иначе ничего вы не получите. Так, примериваемся так, чтобы не перекладывать 200 раз дорогу. Ну, в принципе, сразу построим одно жилище, оно нам пригодится. Так, наступает ночь. Для 70 я не предоставлю, но до 35 человек я обещаю вам сделать. Палатка, значит, нам нужны ресурсы. Ребят, сегодня вы поработаете... Для чего я, собственно, сделал это? В чрезвычайную смену. Мне немножко плевать на ваше недовольство. Но сперва нам нужно очень-очень много дерева. Если мы не будем обладать необходимым запасом древесины, мы просто-напросто не выживем. Так, здесь у нас не особо видно, как по секторам оно делится. Мудрость толпы нам говорит о том, что неплохо бы прислушиваться к своим людям. 70 бездомных. А, я думаю, что-то медленно добывается. Скорость игры поставлена на самую маленькую. Так, смотрим. Чтобы не сплоховать... То есть, как раз вот на том, по тому радиусу, по которому вы идете, строим улицу. Ну, ресурс заканчивается, но вы же его добываете. Главное, чтобы не падала надежда. Иначе вас точно посадят на вилы. Насколько я понял, самый непопулярный из законов, который только можно издать, это детский труд. Но, детский труд тут бывает разный. Сейчас откатится, и я вам покажу. Так, у нас есть 15. Нам нужно обеспечивать людей... Нужно выполнять свои предвыборные обещания, черт подери. Я, как-никак, мэр. Да, у нас появляются больные люди. Так, закон. Дети в любом случае будут работать. Другое дело, пошлете вы их, черт куда, на работу. Либо же они будут работать в медицине и в инженерии. 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 Неважно. Я читал, что лучше всего, конечно, принимать закон, чтобы они работали везде. Но... Этот закон очень непопулярен в народе. Скажем так. Вот уж то, что... Ребят, полегче. Ребят, вы... Ребята, вы чего? Как же так? 21 труп. 21 чертов труп. Что же вы делаете, ребята? Как бы за один эти трупы не начали гнить. Так, в соответствии с моими предвыборными обещаниями, нужно построить еще два. Хватит? Хватит. Еще две штучки палаток. Так, на уголь добывается. Это хорошо. Обещание выполнено. Детское убежище стоит 20 древесины, чтобы его... Ну, как ни круди, строить придется. Дети под присмотром. Это, конечно, волшебно, что дети под присмотром. Но нужно делать что-то с кладбищами. Так. Палатка у нас санитарная. Кстати говоря... А санитарной-то палатки нету. Больные есть, санитарной палатки нету. Это очень плохо. Так, ну, собственно, все, ребят. Давайте. У нас очень много топлива. Включаем. Нехватка ресурсов. Нет, ребят. Продленные смены, конечно, прекрасны. Но давайте-ка мы лучше построим кладбище. Иначе... Ничем хорошим это не кончится. 21, черт побери, его труп. Это... Это просто отвратительно. Так, вы откажетесь сейчас благополучно работать. Ладно, главное, мы включили. И в эту ночь никто, по идее, умереть не должен. По крайней мере, я чертовски на это рассчитываю. Запасы. 43. Еще 120 древесины. Сталь сейчас растащат. Отлично. Значит, не будут они отвлекаться на сталь. Займутся чисто древесиной. Переживаем ночь. Ну, все не так уж и плохо. Но 21... 21 тело на вынос. Это... Это отвратительно. Это просто отвратительно. Не знаю, сколько из них было детей, сколько было рабочих. Но... Конечно, можно было посмотреть поименный список. Ну, и стащили, так и стащили. Главное, построить и кладбище. Нет ничего важнее постройке кладбища. Построено кладбище. Давайте оттаскивать оттуда уже тех, кому не помочь. Палатка у нас стоит. Чуть вторую не поставил. Палатка стоит. Кухня. Необходима кухня. И по-хорошему... Охотничья будка. Но подозреваю, что на все это сейчас... Меня благодарят за детское убежище. Спасибо. Спасибо, мои верноподданные. Так, это у нас... А, вот, кстати, оно. Вот оно, вот оно. Так, вы все работаете. Немножко ускоримся. Хижина охотника. А я могу поставить здесь... Нет, не кухню. Нет, нет, нет. Люди... Вот две палатки здесь... А, нет, тоже не влезет в две палатки. Ну, вот они, вот они, вот они. Ошибочки в планировании. Маленькие ошибочки. Ладно. Я теряю не самый большой на свете сектор. Кухня. Так. Мы уже хороним. Чрезвычайные смены. Медики-ученики. Так, повысим. Да, у нас не одной мастерской, но мы повысим их. Блинка. А, стоп, 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 стоп. Да, теперь якобы нужны эти люди из нашей группы. Да, это прекрасно. Но давайте-ка мы... Охотничья будка. Черт, не хотелось бы инженеров занимать. Блин, может быть и стоило детей... Все-таки. Может быть, все-таки стоило детей отправить на работу. Ладно. Поздно бабка пить в Боржоми. Строим мастерскую. Ну, мастерская рядом с кладбищем. Это, конечно, очень интересная задумка. Но давайте мы так делать не будем. А так оно будет далеко очень от теплового порога. Кстати, так у нас вообще по теплу. Неплохо. Сейчас всего лишь минус 20. Так, давайте здесь. Не та кнопка. Так, угледобытчики могут работать и в половину. Мало инженеров. Очень мало инженеров. И это очень плохо. Нету дерева. Ребята, вы извините. Но вам сегодня нужно снова выйти. Снова выйти. Как следует поработать. Так, вы истощили ящики древесины. И в этих еще осталось 39. Ну, что ж. Это предсказуемо. 17 труб. Не, ребят, вы извините. Но инженеры на кухне работать не будут. Давайте инженеры будут заниматься исследованиями все-таки. Иначе это все совершенно плохо кончится. Впрочем, это уже плохо кончается. Так, следующий день. Ну, всего один человек погиб. Ладно, заканчиваем чрезвычайную смену. 29. Боюсь, нам нужно будет несколько ускорить наше изыскание. Так, прокладываем улицы. Так, что с деревом? 34 дерева. А теперь все замерзает. И это очень плохо. Еще не изучено. Холоднее-то холоднее. Форсар-то как-нибудь помог. В принципе, да. Но инженеры все равно работают на холоне. Я так и не поставил никого. Вот они, неправильные управленческие решения приводят нас к тотальному. Так. У нас очень много обычной еды. И очень мало всего остального. Так что давайте-ка мы распределим рабочих. У нас есть бездомные. Откуда они взялись-то? Так, ну давайте, ребят. Ну там чуть-чуть совсем-то осталось. Дерево. Как раз построить еще одну. Еще один пост добычи еще. А то совсем беда. Проложить к нему дорогу. Ну, то есть улица. Какие проблемы? Мольба ребенка. Прости, чувак. Что случилось? Первая же поисковая группа. Ребят. Но вы видите, как у нас тут идут дела. Какие поисковые группы? Голодные. Вестомые. Давайте, давайте. Прокладывайте дорогу. Дерево там фига-нифига осталось. Все, молодцы. Больше от вас не требовалось. Разбирайте. Маяк. Правда, стоило 20 дерева. Будем надеяться. А, ну вот, кстати, дерево. Вот дерево с разборки. Построим палатки. Правда, ребята уже вне тепловой зоны. И это плохо. Это плохо. Так, ну давайте, ребят, там есть, что поесть-то. Чего это вы? Яйца-то мне выкручиваете. Кухня. Тут только рабочие. Тут есть пациенты-то какие-нибудь? Три пациента? Ну, ребят, вам хватит и трех тогда. Остальных инженеров все-таки пошлем. И придется вам поработать сверхурочно. Так, что у нас на лечении. Пять пациентов на лечении. Один больной. Так, что происходит? А, я же включил форсаж. Я включил форсаж. И наш двигатель чуть благополучно не рванул. Не рванул к чертовой матери. Что было бы очень и очень печально, кстати говоря. Уровень надежды падает меньше. Закон принят. Так, понятно. Ладно, я думаю, продленная смена все-таки не так хреново, как чрезвычайная смена. Я думаю, вы не будете от этого умирать. Так, у нас есть древесина. У нас есть древесина. Металла у нас вполне. Ладно. Все-таки на всякий случай энное количество дорог мы разберем. Или не будем? Или разберем? Ладно, давайте разберем. Три древесины в казну. Так, все, живем. Живем. Что по теплу? По теплу. Ну, что я вам скажу. У вас там не очень холодно. Значит, можно работать. Лучшие условия я вам пока не смогу обеспечить. Ладно, доизучиваем маяк. Бездомных у нас нет. Охотничья будка на вторая явно не нужна. Ну, третья мастерская это перебор уже будет. Маяк будет из-за часа очень долго, я подозреваю. Как-то отменить ее можно, кстати говоря. Демонтировать-то я не буду, но вот я бы отменил и хватит. Матч поработали и ладно. Ладно, не помрите, только ради всего святого. Так, нужно с технологией отопления что-то делать. Чертежные... Ну, давайте чертежные доски. Но если вам не нужны, чего вы молчите-то? Так. Так. А что у нас не работает, кстати? Кухня не работает. Почему не работает? Позволяет готовить... Так, базовый уровень тепла один. Почему не работаем-то, кстати? Требуется еда. А, еды нет. Ну, идите тогда, не работайте, ребят. Ну, тут все очень просто. Нет еды, не работайте. Не надо себя там мучить. Три пациента на трех инженеров. Вполне, вполне, вполне. Кстати говоря, раз уж мы исследовали маяк, 35 стали. Ты посмотри, какой прожорливый хрен. Не граничит с улицей. Вот опять начинается. Не граничит с улицей. Как только что-либо не граничит с улицей, у нас начинаются проблемы. Постройте улицу. Надеюсь, там не понадобятся инженеры. Так, маяк построен. Мы больше не плутаем слепую. Отныне можно исследовать. Ну, что же. На оси мажорной и минорной. Так, перейти к маяку. Э, что, куда? Ты куда собрался? Обсерватория. Так, это мы. Пропавшая экспедиция. А, понятно. Ну, что же. Пятый день. У нас все не так уж и плохо. Мы построили даже маяк. У нас очень много угля. Единственное, что с отоплением, конечно, беда. Если мы посмотрим, у нас многие работают в холоде. Чего бы мне очень не хотелось. Совершенно бы не хотелось. Так, в маяк нужно сажать людей или как? Господи. Мелкие шрифты просто убивают. 40 древесины и 5 рабочих. Так, стальные обломки собираются. Без стали мы не останемся. Без угля мы не останемся уж точно. Ну, что ж. В принципе, живем. Паек есть. Все есть. На этом первое стерео можно считать оконченной. Пожалуй, в следующий раз начнем мы отсюда же. Получилось все очень неплохо. Несмотря на 21 труп в начале. Это, конечно, меня очень расстроило. Как и всех моих сотоварищей. А, давайте, знаете что? Примем закон, а потом уже... А потом уже закончим. Что-то случилось. Готовы к поискам. Нам нужна победа. Все правильно. Боевой настрой. Ну, давай, 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 давай. Форсажить мы больше не будем пока. Так, вот он закон. Книга законов. Чтобы такого хорошего принять. Продленная смена. Бойцовская арена. Кстати, продленная смена-то как? Ну-ка, чтобы не тупить, все-таки надо посмотреть. Вот здесь, например. Где продленная смена? Вижу чрезвычайную смену. А, вот это вот, наверное, если я нажму вот сюда. Ага. Ну, ребят, это не переутомление, в конце концов. Так, и вы мне так и не построили улицу. Черт бы вас подрал. А вот, вот забуду ведь. Забуду и вы сами нифига не сделаете. Проложите мне черта в улицу. Люди не работают. Так, у нас кончилась еда. Какого-то пропало два рабочих. Надеюсь, не откинулось. Ладно, принимаем закон. Бойцовская арена. Что она стоит? 20 стали. Снижает недовольство. Ну, в принципе, мне это пока не нужно. Тяжело больные занимают койки. Что там у нас в будущем? Переполнение. Нет, ребят, к черту суд. Давайте бойцовские арены. Что бы это ни было. Ну, что же. На этом мы, пожалуй, все-таки попрощаемся. В следующей серии запустим наших товарищей в разведку. У нас почти скопилась древесина. Разве что откуда-то придется снять 5-5 рабочих. Ну, скорее всего, с угля. Их тут в таком количестве, ну, просто-напросто. А ладно, чего я буду думать. Прямо сейчас сниму семерых. Двоих на добычу. Ну, и все. В следующий раз пошлем этих товарищей. А сейчас пока пусть отдыхают. Всем спасибо. Пишите. Ставьте пальцы в рублю... В любом... В любом... В любом... Ставьте пальцы в любом направлении. До новых встреч. До новых встреч.